Добрый день, в эфире новости в студии Джаналмарзады Ишинбекова. Поручение об освобождении кремавторитета Азиза Батукаева в 2013 году дал лично экс-президент Алмазбек Атамбаев. Такие показания дал экс-вице-премьер-министр по силовому блоку Шамиль Атаханов. Заявил накануне в парламенте генеральный прокурор Откурбек Джамшитов. По его словам, несмотря на то, что Батукаев был главарем ОПГ, незаконно решил выпустить его на свободу сам Атамбаев. А организация этой работы была поручена Шамилю Атаханову. Последний, чтобы выполнить поручение для совершения преступления, вступил в предварительный сговор с должностными лицами правоохранительных, судебных и государственных органов. Вчера, отметим, от Курбек Джамшитов зачитал заключение по обвинениям парламента против экс-президента Алмазбека Атамбаева. Надзорный орган нашел основание к пяти обвинениям из шести, выдвинутых депутатами. Сам Атамбаев ранее опроверг обвинение в причастности к освобождению Батукаева. И сегодня на тему о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева высказался депутат Джугур Кукиниша Канадбек Исаев. Если бы Атамбаев не был виновен, то не ушел бы с поста председателя СДПК. Он сказал бы, что не боится. Пусть его лишают неприкосновенности, что он докажет свою невиновность. Но он испугался и сразу передал председательство в партии, желая сохранить свою неприкосновенность. А теперь он идет на незаконные шаги, собирает людей и прячется за спину народа. При получении взятки в размере 70 тысяч сомов в Бишкеке задержан начальник контрольно-методического отдела ГСБ. Задержание провели сотрудники АКС. Сообщается, что майор финансовой полиции вымогал взятку у предпринимателя под угрозой привлечения к уголовной ответственности по материалам досудебного производства, связанного с нарушениями в предпринимательской деятельности. Всего требовал финполовец 5 тысяч долларов. Материалы по факту вымогательства взятки зарегистрированы. Начались следственно-оперативные мероприятия. В ходе спецоперации в Бишкеке задержаны двое граждан Казахстана, разыскиваемые у себя на родине за экономические преступления. Как сообщает пресс-служба МВД, в прошлом году ряд граждан создали активную организованную группу для перемещения контрабанды товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан. Они осуществляли перевозки по ранее разработанной преступной схеме без каких-либо законных сопроводительных документов. Некоторые из них были задержаны. Уголовное дело в отношении других казахстанцев было выделено в отдельное производство. Их объявили в розыск. Правоохранителям стало известно, что они скрываются в Кыргызстане. Специально для поимки подозреваемых в страну прибыли несколько оперативных сотрудников Департамента криминальной полиции МВД Казахстана. Задержанным 28 и 36 лет оба уроженцы Джамбульской области. Их задержали в одном из микрорайонов Бишкека. Они водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Сообщается, что задержанные проходят обвиняемыми по делу экс-депутата парламента Кыргызстана Дамирбека Асылбек-Уулу. Его, напомним, в апреле текущего года в Казахстане осудили за контрабанду на 10 лет лишения свободы. Ввести запрет на выезд из страны руководителей, главных бухгалтеров и учредителей субъектов, имеющих задолженность перед бюджетом по налогам, страховым взносам и неналоговым платежам. С таким предложением выступило Министерство экономики. Документ вынесен на общественное обсуждение. Согласно проекту закона, органы налоговой службы должны взаимодействовать с органами, осуществляющим контроль в сфере охраны государственной границы путем получения информации о руководителях фирм-задолженников. Как поясняют в Минэкономике, в некоторых зарубежных странах действуют меры, принуждающие должников погасить задолженность перед бюджетом. В частности, должникам ограничен выезд за границу. Сорун Байджиенбеков предложил помощь главе Казахстана Касыма Джумарту Токаеву в ликвидации последствий взрыва в Арысе, сообщила прислужба главы государства. Президент в телефонном разговоре выразил слова поддержки, соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. На сегодня в городе Арыс 9 групп из числа военнослужащих подразделений Министерства обороны Казахстана задействованы в разминировании. Военные ведут очистку города, так как в окрестностях могут быть неразорвавшиеся снаряды. Напомним, утром 24 июня в воинской части на юге Казахстана прогремели взрывы. Сообщается, что произошло порядка 40-50 взрывов, пострадали 165, число погибших выросло до 3 человек. Более 350 человек числятся пропавшими без вести. Причины трагедии устанавливаются. Местные жители эвакуированы, 90% зданий в городе повреждены. Не работает связь, железнодорожные сообщения с местной станцией также приостановлены. По данным казахских СМИ, жители близлежащих районов привозят эвакуированным воду и предметы первой необходимости. Помощь пострадавшим собирают также жители отдаленных городов Казахстана. Сбор помощи также организованы в Бишкеке. Как сообщили организаторы, благотворительная акция продлится до 28 июня. Желающие помочь могут приносить помощь наличными продуктами, памперсами, средствами гигиены. Наличные средства переведут на счет депутата казахстанского парламента, который находится на месте событий. Остальное намерены отправить в Шымкент. После будет опубликован отчет. Сбор помощи пострадавшим проводится в районе Дворца спорта города Бишкек. Мы подумали, почему бы не помочь нашим братьям-казахам. Помощь требуется, первое, это памперсы, средства личной гигиены, шампуни, мыло. Представляете, практически 50 тысяч человек было эвакуировано. Более двух тысяч детей. Соответственно, люди все, что было дома, они оставили. И остались сейчас без ничего. В этом году резко увеличилось число утопленников. Как сообщил сегодня замминистра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов, еще до начала купального сезона их число выросло до 51. К примеру, в этот период в прошлом году было 37 утопленников. Причиной является увеличение числа граждан, купающихся в неположенных местах. Много тех, кто утонул в горных местностях. По словам замглавы МЧС, в данное время проводится работа по закрытию самостоятельно открытых купальных мест по всей стране. Всего на сегодня закрыто 8 таких объектов. Марафон вокруг озера Иссыкуль на 600 километров решил совершить старший прапорщик Национальной гвардии Кайрат Бекрапиев. Стартует 30-летний солдат сегодня в 7 часов вечера в городе Балыкчи. Завершит марафон в городе Чулпаната через три дня. По его словам, данная акция приурочена к 27-й годовщине со дня образования Национальной гвардии вооруженных сил. Как сообщается, Кайрат Бекрапиев не намерен делать остановки для сна. Он будет останавливаться только на 30-40 минут, чтобы поесть или сменить одежду. Все это время его будут сопровождать медицинские работники. Это не первый забег солдата. Ранее он совершил забег от Бишкека до города Балыкчи. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok